Накануне Барак Обама признал безрезультатность многолетних попыток изоляции Кубы. Неужто? Казалось бы, Соединенные Штаты вдруг осенило. Теперь очередь дойдет и до России, можно ждать отзыв санкций, взлет рубля, а с Кубой будут дружественные отношения. Но нет, Америка ни с кем так просто дружить не начинает, тем более с теми, от кого полвека отмахивалось. Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Севков считает, что это не рука помощи и дружбы. Это обычные американские тиски, которые вывернут руки кубинскому государству. Это удушение в объятиях. Эксперт уверен, что США таким образом просто хотят сменить неугодный им режим и поставить во главе страны своего агента. Постоянный эксперт накануне РУ-публицист Израэль Шамир согласен с этим мнением. И он отмечает, что кубинцы уже научены опытом прошлого. Россия ушла после распада СССР. И теперь нашему государству вновь доказывать своим партнерам на международной арене, что мы своих союзников не бросаем. Америка боится. Америка обкладывает нас своими базами НАТО и боится. Боится, что Россия дружит с Венесуэлой, дружит с Бразилией. Путин уже был на Кубе и отношения налаживаются. А завтра, может быть, и базы России появятся под боком у штатов. И такой шаг был бы правильным, считает Израэль Шамир. Не бойся, Америка, русские не идут. Пока что. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для накануне ТВ.